Новая порция слухов о том, что Брюссель и Лондон все ближе и ближе к подписанию торгового соглашения, с самого утра толкают европейские валюты вверх. Однако под давлением данных по рынку кредитования фунт довольно быстро растерял все свои завоевания. Только лишь объем ипотечного кредитования хоть как-то порадовал инвесторов, так как он увеличился на 1,2 миллиарда фунтов, хотя ждали его сокращения на 2 миллиарда. Однако число одобренных ипотечных кредитов, вместо того чтобы увеличиться, сократилось, так что рынок недвижимости продолжает сжиматься. Кроме того, объем потребительского кредитования сократился на более чем 4,5 миллиарда фунтов. В общем, данные по рынку кредитования явно разочаровали участников рынка. А вот американский рынок жилья может продемонстрировать явные признаки оживления. В частности, количество незавершенных сделок по продаже жилья должно вырасти на 18%. Этот показатель указывает на то, что часть сделок по продаже жилья просто еще не успели до конца оформить. То есть сделка уже прошла, и ее участники всего лишь ждут документов от регистрирующих органов о смене прав собственности. Так что это указывает на то, что уже в следующем месяце возможен дальнейший прирост числа сделок по купле-продаже недвижимости. А активизация на этом рынке невозможна без роста потребительской активности в целом. Так что данный показатель внушает веру в то, что американская экономика начинает постепенно приходить в себя. На прошлой торговой неделе валютная пара фунт-доллар двигалась от диапазонного уровня 1,2770, где покупателям так и не удалось удержать котировку. На этом моменте возник восстановительный процесс, который привел к пробою среднего уровня 1,2350 и, как факт, к обновлению недельного минимума. Повторная фиксация цены за пределами 1,2350 указывает на удержание коротких позиций, которые в итоге приведут участников рынка в район отметки 1,2150, завершая тем самым месячный такт. Как именно это произойдет? В случае удержания котировки ниже чем 1,2300, нисходящий интерес продолжить развитие цены в заданном диапазоне, где перед участниками рынка станут значения 1,2200 и 1,2150. Альтернативный сценарий рассматривает временные колебания вдоль зеркального уровня 1,2350, имея амплитуду 50-60 пунктов, что будет считаться перегруппировкой торговых сил. Доля валютной пары евро-доллар прошлой недели также началась с коррекционного Honda, но впоследствии ушла вниз. Теперь же, исходя из имеющихся показателей, трейдеры с особым вниманием следят за диапазонным уровнем 1,1180, так как относительно него станет понятен рыночный настрой на ближайшие торговые недели. Имеется в виду, что участники рынка взяли за разработку два сценария развития. Первый сценарий говорит о последовательном восстановительном процессе вниз, который приведет котировку к диапазону колебания на 1,0775, 1,0885 и 1,10000. Второй сценарий, наоборот, рассматривает образование нового диапазона на 1,1180, 1,1300 и 1,1500, который займет трейдеров на ближайшие месяцы. Во всем этом особую роль занимает именно диапазонный уровень на 1,1180, так как в зависимости от поведения котировки и точек фиксации цены будет понятен возможный сценарий. Анализируя текущий торговый график, можно увидеть откат, который стремится перерасти в очередную восходящую коррекцию, направленную в сторону 1,1300. Можно предположить, что котировка в пределах значений 1,1280 и 1,1300 ощутит сопротивление, что в итоге приведет к возврату цены в район 1,1190 и 1,1240. На этом у нас пока все. Мы продолжаем следить за развитием ситуации на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. До встречи!